Организованная во время зимних игр площадка «Лайфсайт» по-прежнему собирает сотни людей. Теперь она стала основной городской точкой проведения массовых культурных мероприятий. Сюда приходят и поболеть за наших на Мундиале. Здесь же сочинцы гости курорта смогут наблюдать за предстоящими королевскими гонками. А в Международный Олимпийский день площадь Южного Мола превратилась в большую спортивную арену. Студенты-воспитанники спортшкол приняли участие в турнирах по стритболу, скиппингу, волейболу и гиревому спорту. Активные семьи города соревновались в традиционных эстафетах. За право называться Олимпийской боролась и семья Гавриленко. Ведь прошедшие игры изменили жизнь не только курорта, но и каждого сочинца. Инфраструктура, транспорт, экология – все вместе. Это огромный плюс для города. Мы очень рады, что это мега-событие проходило в нашем городе. И благодарны всем, начиная от мэра, заканчивая президентом. О том, что город изменился до неузнаваемости, говорят не только сочинцы, но и гости курорта. До старта игр тяжелоатлеты и олимпийский чемпион 2004 года Дмитрий Берестов не приезжал в Сочи в течение нескольких лет. А теперь он именно здесь регулярно проводит сборы со своими воспитанниками и тренируется сам. Сейчас очень резкий скачок, видно и заметно, как вообще в целом спорт начал развиваться не только на уровне вот этих баз, но и вообще люди смотрят, люди смотрят на чемпионов от последних олимпийских игр. И тянутся, тянутся даже от тяжелоатлетики, вот то, что мне близко. Сегодня я был в зале, лет 5-10 лет назад приезжал, но детишек практически не было. А сегодня полный зал, человек 50, тренируются. И это приятно смотреть на это. Это происходит, наверное, в любом виде спорта так сейчас. Помимо спорта, модернизированы все отрасли города. Добираться до любого района стало быстрее и комфортнее. Многочасовые пробки ушли в прошлое с появлением сотни километров железных и автомобильных дорог. Построены новые инженерные сети и очистные сооружения. А санаторно-курортная отрасль и гостиничные предприятия стали предлагать гостям международный уровень сервиса. Появились новые туристические направления. Перечислять каждую отрасль, которую удалось преобразовать за счет олимпийского наследия, можно еще долго. Но тот факт, что зимние игры кардинально изменили жизнь курорта, налицо. По сути, с вами получили совершенно другой город с точки зрения его уровня. Потому что вы знаете, что и тот перечень мероприятий, которые нам предстоит проводить, они, конечно, возможны только благодаря тому, что построено в период игр. И этому способствует и аэропортная инфраструктура, и круизная инфраструктура. И созданы все возможности с точки зрения торговых и офисных площадей. Впереди город ждет еще немало событий международного уровня. Уже сейчас Сочи представляет хорошую конкуренцию многим европейским курортам. Показатель тому возросший интерес туристов. А статус олимпийской столицы прочно закрепится за Сочи не только в обществе, но и в истории. Информацию о столице 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских игр решено внести в учебники уже с этого года. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.